Знаете её имя? Вы слышали её голос? Теперь она снова с вами! Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стрижтайм». Всем привет, добро пожаловать в «Стрижтайм». Ближайший час по обыкновению мы с вами проведём вместе. Сделаем это с юмором и огонём. По возможности. Честь вашей красоте, Павел. Салфет вашим местом, Ксения. Сервупли, гости дорогие. Сервупли. Абек Мон Плезир. Паш, они что, по-нашотскому не понимают? Это же цитата, помнишь, да? Это же из Захарова же. Из «Формулы». Да. Да, из «Формулы любви». Разрешите представить гостя сегодняшнего шоу. Автор, исполнитель, певец, композитор Сергей Вайтенко. Серёжа, здравствуйте. Всем привет. Добрый вечер. Да. Удивительно, это тот самый момент такой неловкий, и тот самый, я бы сказала, редкий момент в моей эфирной жизни, когда вот мы, в общем-то, прежде не знакомы. Может быть, где-то, как вы, уверяете, пересекались, но у нас не было такого какого-то общего эфира, там, какого-то такого мероприятия. Так, а как такое? Вы просто, на самом деле, Ксюша, вы очень известный человек, и вы не помните... Я очень известный человек, и поэтому мне удивительно, что я вас не знаю. Я помню, что мы с вами знакомились ещё лет 18 как раз назад, когда, мне кажется, радиошансон только-только вот она начала свою работу, и нас с вами знакомила Галя Хомчик. Это моя подруга. Богиня. 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 Можно так сказать, да. Богиня бардовской песни, да. Ну, возможно, но я рада, что шли годы, и у меня был перерыв на радиошансон, и у вас тоже, наверное, был перерыв, и вот уже с новыми силами, и вы в каком-то новом своём, и весьма уже раскрученном качестве, да, ну, и я с очередным 74-м дыханием, вот. Ну, хорошо, сделаем так. Как говорил профессор Преображенский, замахиваясь на черепушку Шарикова скальпелем, на всё про всё у нас 9 с половиной минут. Я действительно, говорю, времени действительно не много, а есть очень много, о чём поговорить. Слава Богу, я всегда очень люблю, когда артист приходит с какими-то информационными поводами, с новостями, что и с движухой, что есть у человека движение. Вот. Начнём. Естественно, в середине часа прозвучит новая песня, как мы это любим делать. Если она у кого-то есть, то, соответственно, тут... Их есть у меня сегодня, да. Да, 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 вот сегодня будет новая песня, но о ней ближе к половине часа уже поговорим. Ну, начнём с самого, так сказать, наверное, яркого. Это выход нового альбома «Я буду любить тебя». Правильно я говорю? Ну да, но я считаю, что самое яркое в этом году это у меня рождение моего сына. Это самое яркое. Поздравляем. А я думаю, нет, а у меня... Ну, поздравляли уже, но ещё раз поздравляю. Нет, нет, дело в том, что у меня, конечно, я не решилась. Нет, я не решилась. Во-первых, эта новость у меня стоит под номером 2. Пресс-релиз у меня, всё как по-взрослому. И здесь, значит, выход нового альбома, потом про Саву Сергеевича и красавицу с женой. Может быть, это сказка какая-то? Я не знаю, как это, про серого волка там, про Петю. Сава Сергеевич. Да, 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 да. Про Иван Царевича. Сава Сергеевич – это мой маленький сынок. Ему 4 месяца вчера исполнилось. И он уже у нас за это время успел 12 перелётов с нами совершить. Мы с женой летаем везде. Жена вообще по совместительству директор. Вот, летаем на все возможные мероприятия, и он с нами. Вот, мы, кстати, были на 18-летие радио «Шансон» в караоке-бар «Шансон». Он практически всё внимательно спя, что называется, слушал. Хорошо, когда спокойный ребёнок. Да, но когда вышел Игорь Саруханов петь, он проснулся. Видимо, Игорь Саруханов ему больше. Какой-то тревожный децибел, видимо, там тревожный децибел. Дельфинью ноты. Ну, хорошо, поздравления, Савва Сергеевича. А мне на самом деле нравится, вот когда с молодых ногтей, так сказать, не то, что там вот дышат над ребёнком и всё, а что это не абуза, не болезнь, понимаете, для родителей, не заморочка. Да, да, да. Многие говорили, что типа, это куда, зачем, и не надо, надо сидеть дома. Я вот радуюсь, что последние лет 10 точно можно встретить вообще совсем грудничков там где-то и на море, и там в каких-то путешествиях и так далее. Наши поздравления, ну а тогда к альбому... Да, давайте перейдём. Да, перейдём чуть позже сейчас. Хорошо. Да, да, да. Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Только на радио Шансов. Ещё раз всем доброго вечера. Если к нам только что присоединились, можете не только слушать, но и смотреть радио. В гостях Стриж в программе Сергей Войтенко, автор-исполнитель, певец-композитор. Мы остановились на второй важный после... После первой. Да, 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 после сына. Новости. Это вот выход нового альбома «Я буду любить тебя». Новый альбом, стало быть, есть старый, возможно, не один. Смотрите, как получается, что старый альбом, он вышел в прошлом году. Это был первый вокальный. А до этого я выпускал ещё много различных инструментальных альбомов. Поскольку я родился с баяном, как мне говорят, поэтому очень много именно инструментальных альбомов у меня вышло. У меня было много коллективов и различных проектов. В том числе с Галиной Хомчик у меня вышло. Вышло два альбома у нас с ней. Было три альбома с группой «Нон-стоп». Был такой квартет, типа как терем-квартет из Питера. То есть мы играли юмористическую такую музыку. То есть как бы, ну, шар же такие, знаете, музыкальные. Вот. Потом возник «Баян-микс» в конце 2005 года. И этот дуэт до сих пор является одним из флагманов вот этого жанра. Мы, по сути, создали целый жанр, который воспринялся очень людьми, профессионалами. Ну, а уж после нашумевшей свадьбы-то, я думаю, уже как-то другое, так сказать, приподнялись. Это, которое было летом. Да. Только что, да, была такая свадьба. Мы туда ездили. В Альпах. Владимир Владимирович нас позвал. Мы вместе поехали с кубанским хором. Владимир Владимирович Путин. Это потом мы поздно. Да, да. А как это, как это, вот интересно просто, как это позвал. Раздался звонок из Кремля, сказали, надо ехать. А мы говорим, а у нас концерт. Они говорят, отменяйте. Мы поехали. А у нас елки, да. Да, да, из той категории. Да, все, все. Вот, поэтому вот этот второй альбом вокальный, он как бы вот второй вокальный альбом. По сути, в копилке получается там больше десяти альбомов, но это второй вокальный. И я очень горжусь. Ну, а после звонка, после ВВП, от ВВП, гонорары повысились как-то? Альпы зовут? Я бы очень хотел, чтобы гонорары повысились, да. Ну, на самом деле, мы стараемся повышать, но люди говорят, ну, что же вы, ну, имейте совесть, понятно. Ну, хотя бы не гонорары, но хотя бы количество концертов. Количество увеличилось, конечно, да. Ну, вот, хоть что-то. Вот, так это второй альбом вокальный. Я им очень горжусь, потому что я считаю, что там хорошая лирика. Я думаю, что когда он выйдет в свет, люди с удовольствием его будут приобретать и у себя сохранить, потому что там хорошая песня. Ну, баян-микс, это, в принципе, такая залихватка, музыка такая для отдыха, да, для музыкальных, как я понимаю. Забубенные. А вот где твой сольный, вот где ты вокалишь, так сказать. Я его вокалю, да. Да, вокалишь. Вот, где вы вокалите, ой, что-то я прям расслабилась, на вынадо. Вот, то это какая-то иная сторона, иная грань таланта, да. Ну, прошлый вокальный альбом был, он больше такой с патриотической ноткой был, там было тоже все так достаточно разухабисто, и ухнем такая вся история была. А это я специально решил сделать такой более лирический альбом, потому что во мне очень много внутри всевозможной лирики. Потому что красавица жена. Потому что красавица жена. Потому что сыну 4 месяца. Да, да. Вот, и это все должно... Так, когда, дык, когда выходит альбом? Презентация будет 11 сентября у меня на родине в Самаре, а потом будет здесь в феврале в Кремле. Сентября? Ноября, господи. 11 ноября. И там же будет сольник в Самаре, да. И там же все будет. А Самара это родина, как я... Самара родина, я там родился, да. Правильно, правильно. Потому что все вот обычно родиной заканчивают какие-то свои походы. Правильно, потому что с чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. Вот. Точно. Прервемся. Стрештайк. В гостях Сергей Войтенко, 11... Всем привет. Да-да. 11 ноября сольника презентация альбома «Я буду любить тебя» в Самаре, но до 11 ноября можно будет увидеть Сергея в Москве. Да, можно будет, конечно. Ну. Смотрите. День рождения нашего тоже друга, заслуженного артиста. Вот я хотел сказать об этом, да. Мы только что с ним записали новый дуэт, называется «Песня тройка». Это Сережа Куренков, мой хороший друг. И 7 ноября у него... Почему не Куренков, а Куприк? Да, Куприк, господи, все. Это я... Просто с Куренковым мы тоже записали. Мы просто очень много о Куренкове говорили дуэфир. Да-да-да, может быть, да. Хорошего, Сереж. Да, Сережа Куприк, значит, у него в Театре Российской Армии 7 ноября будет концерт. Так что приходите, мы там споем с ним дуэт. По-моему, ему 45 лет ему, да? Да. Это такое, ну, юбилей, не юбилей, но кругленькое. Ну, в общем, ягода он, ягода. Ягода-малина. Ягода-малина, да. Вот, а, кстати, 16 ноября я участвую в сольнике Александре Ягге, тоже с новым дуэтом. Мы с ним сейчас пишем в Вегас Сити Холл, тоже приходите. А у Ягги что, тоже? У Ягги тоже юбилей. Тоже юбилей? Да. Это как Серый Белый Орел или как Белый Орел? Да-да-да. Группа Белый Орел. Черная ворона. Серый пингвин. Когда-нибудь получали леща от пингвина? Это унизительно. Вот, в Российской Армии Сережки, да, я 7 ноября, не помню, что за день недели, я вообще у меня звал тоже на день рождения, ну, просто как бы... Хороший будет концерт, приходите обязательно. И туда, и к Саше Яге, и туда. Ждем. Вот, хорошо. Вот, ну, коли мы к дуэтам-то подкатили, дуэты сейчас вообще очень, как сказать, модны. Модны, да? А я просто пишу, потому что так пишется. Нет, они стали вот модны, вот, ну, я уже говорила это неоднократно. Мне такое ощущение, я думала, откуда ноги растут. Вот, ну, естественно, все с запада там, да? Вот, а у нас это дробуш, мне кажется, вот завел эту моду. Вот, какое-то... Мне такое ощущение, у меня так сложилось, что вот после дробуша... Возобновил, наверное. Ну, ладно. С Галей Хомчик 18 лет назад мы пели тоже дуэтом. Так что я не думаю, что это дробуш. Нет, ну, нет, ну, авторская песня вообще любит хором. Да. Софьера Тарус, Яком Юаллой тоже пели. Между прочим, да. Ну, да, да, да. А еще Штепсель-Сарапунька еще помнит. Это понятно. Я имею в виду, это все Советский Союз. А потом, значит, пошло такое индивидуальное творчество. И все, каждый за себя, вот это вот все. И каждый, все конкуренты, вот это вот это. А тут такое какое-то побратание. И как-то... Не, ну, хорошо же, когда дуэтом. Конечно. У меня, я не знаю, я не гонюсь за модой. Мне просто вот захотелось. Мы так вот и с Куренковым, и с Куприком, и с Афиной записали хороший дуэт «Любовь про казнице». Вот с Димой Пряновым, пятый дуэт, ну, это последний дуэт. Ну, как бы, до этого еще... Параллельно с нашим прямым эфиром у Сергея Вайтенко идет свой прямой эфир в Инстаграм. А, да, кстати, да, между прочим. Да, да, да. И только что Афина написала. Это очень хорошо. Мы только что вот говорили буквально перед эфиром о том, что вот когда здесь был Игорь Герман, мне пришло сообщение от Мухтара Хайдарова. «Слушаю, клево, вот это, да». Это очень хорошо, что люди занимаются не только собой, что они вообще слушают, артисты слушают своих коллег. Друг друга. Это очень важно, на самом деле. Это очень важно, потому что обычно как-то... «Сгоните мне на диск, я дома послушаю, там, или еще что-то, или выложите там в Ютьюб, я себя послушаю, там, какой я хороший, или все. А что там дальше, как эти трава не расти, там, и так далее». Вот. А здесь очень клево, что... И, кстати, Афина молодец, она всегда слушает все эфиры своих друзей и своих коллег. Это очень похвально и очень здорово. Надеюсь, с ней там в какое-то ближайшее время пересидеться. «Пламенный привет». Да, я была удивлена, что она переехала в Москву, она же из Питера. А, кстати, между прочим, мне перед программой сказали, что вопросы нужно задавать в ВК, в группу ВК. Мы оттуда какие-то вопросы посмотрим, почитаем? У вас есть? Или мне зайти со своего телефона? Ну, можете даже сами себе и задать эти вопросы. А, серьезно? Ну, если такая инициатива, а мы пойдем попьем кофейку с пашенцей. Ну, сколько можно? Сколько можно? Просто я всех своих друзей послал на радио «Шансон» в группу ВК. Да-да-да, хорошо. Про дуэты. Дуэты, кто песни? Ваши песни это все? То есть это вы предлагаете спеть дуэтом? Или это чьи-то песни? В основном это я предлагаю, свои песни. То есть вот написали песню... У меня их просто много. А вот каким образом вы выбираетесь, с кем спеть дуэтом? Это дружеский выбор? Или это... Ну, вот какие соображения? Артистов-то дофига, а в этом жанре... С кем общаемся? В этом жанре вообще только я не пою. Мы с кем общаемся, с тем мы делаем дуэт. Вот недавно мы сделали дуэт еще с Левым Валерьяновичем Лещенко. Мы с ним часто пересекаемся. Так что вот... Олег Валерьянович в этом смысле на самом деле очень открыт. Очень открыт. Вообще настолько шикарный человек просто. Он вообще один из первых. Стал петь там с молодежью как-то вот это вот все, не боясь выглядеть. Быть, я не знаю, как-то поймать какие-то презрительные взгляды со стороны своих коллег. Кстати, я знаете, я хочу... Того цеха, цеха тех времен. Хочу спасибо ему сказать за ту песню, которую он записал сольно. «Моя последняя любовь» называется. Мы написали ее для него с Евгением Муравьем. И он назвал даже альбом свой, от которого вышел «Моя последняя любовь». То есть моя песня идет первая. Я в жизни никогда не думал, когда я смотрел на него по телевизору, будучи маленьким, там, я не знаю, в Самаре еще, думаю, вот какой исполнитель. А тут, получается, мы с ним вот за руку здоровыми, если что называется, он мне по плечу хлопает, а тут еще и песню мою взял и назвал свой альбом моей песни. Вверх, конечно, счастье. Ну, также для Девятовой. Марина Девятова с Матвейчуком только что спели классную песню, а такую... Тоже они дуэтом, да? Да, я тоже написал ее. Моя музыка, слова Андрея Черникова, тоже хорошая. Просто без дуэтов «Любовь проказница» с Афиной – ваша песня, а просто «Мой мужчина». Это тоже моя песня, но для Афины она сольно поет. Да, она сольно. И вот я не знаю, кто такой Алексей Петрухин, стыдно признаться. Тоже, пока ты живой, хорошие песни мы тоже записали дуэтом с Алексеем. И он ее один поет тоже. Мы подошли к 30-минутной отметке, а это значит, что мы сейчас будем слушать вашу новую песню, которая называется... Так давай! Так давай! Так давай! С этой песней, ну, мало того, что вы еще участник «Разгуляя» 17-го. Обязательно приходите, ребята. Это будет очень круто. Мы тогда сейчас послушаем эту песню, и после этого вернемся к «Разгуляю» поподробнее. Что за песня? Чува дыр-дыр-дыр. Давайте. Слушаем. «Стриштайм» снова на Радио Шансов. Автор-исполнитель, певец-композитор Сергей Войтенко. Мой сегодняшний гость. Так давай, застольная, разгуляйная. Чемпион мира по баяну еще на минуточку. Да. Да. Да, чемпион. Я не знала просто, что... Чемпион мимо по баяну. Чемпион мира по баяну. Лауреат имени листа прокатного теха. Я помню, я еле привыкла к тому, что Зверев, чемпион мира по парикмахерскому искусству, чемпион мира. Я представила это. Ну, вот как-то для меня... Ну, как бы, вот это вот не спорт. Есть такой чемпионат мира по баяну. Есть. Там есть такой прям конкурс, он называется «Кубок мира». И там дается звание прям чемпиона мира. Есть у вас? Да. Он проводится 69 лет подряд уже. В разных странах. А в каком году вы принимали? В 94-м году. А где? В Италии. В Италии? И этот конкурс, он ездит по разным странам. Ну, там как это? Аккордеон Бандониони, да? Аккордеон. В Италии физгармоника называется. Физгармоника. А у кого бы... Бандонион это Аргентина. Аргентина. Пьицола играет еще на этом. Да, да, да. Я помню. Мне целый урок Ленечка Марголин давал. Марголин вообще, если честно, уникальный человек. Да, да, да. Столько образованный. Столько талантливый. Аккордеон играет как и на фортепиано, и на баяне. На баяне, на баяне. На баяне, да. Тоже вот мне говорил, чем отличается баян и аккордеон. Он когда приезжает в Самару, когда приезжает в Самару, звонит мне. Серый, а ты где? Я говорю, в Москве. Блин, я думал, у тебя баян перехватить. Я говорю, а что ты с тобой не взял? Нет, не взял. Я говорю, ну ладно, я тебе помогу. Он говорит, ну а что мне гитару тащить, еще тащить, ну что и баян тащить, я же уже не молодой. Он говорит. Так с этой песней на разгуляй-то будете? Нет, на разгуляй мы будем с песней Ямачка. Ах, Яма, Ямачка. Ну да, такая все-таки там это танцевальное. Там разгуляй, да. Там надо живых. Стадион, там все такое. Айнане. Айнане. 17 ноября. В Олимпийском. В Олимпийском. Avec mon plaisir. Серву-пле. Гости дорогие. Серву-пле. Но пока прервемся. Да, да, да. Ненадолго. Да, да, да. Сергей Войтенко, мой сегодняшний гость. Ну и, конечно же, самое, ну, так сказать, важное, я считаю, потому что какое бы... Кстати, тоже для меня удивительно. Я про соавторство сейчас вот к чему подбираюсь, потому что ваша же музыка. Вы слова-то не пишете. Я пишу, но мало. Мало. Есть несколько песен. Вот песня, которая звучала и звучит, по-моему, еще на радио Шансон здесь. Я буду любить тебя. Там и слова, и музыка. Еще есть песня Марушка, которую я тоже написал. Я помню, едя, как справа сказать, поездки в Воронеж, я ехал на машине, и ехал на машине, и рулил, и был дождь, и я, и, 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 и. Цепанула. Да, цепанула, да. И там что-то цветет ягода. Ёлый-палый, какой же я талантливый. И потом вот так родилась песня, кстати. И она сейчас поется по всей стране разными народными коллективами, казачьими в основном, там, фольклорными. И многие считают ее народной. То есть, как бы, при жизни Шензайца автора песня стала народной. Мне это приятно. Я вообще всегда радуюсь, когда вот все хорошее при жизни происходит. Очень радуюсь. Просто вот искренне. Вот все как вовремя. Вот, а с автором, да, я очень благодарен. Если можно, я их просто, просто вот перечислю. Потому что вот без, да, сейчас, потому что вот какой бы там ни был, а вот нету стихов, нету вот поэт. Не договорился, не совпадаете. И простой, вот вам и простой. Я считаю, что вообще самое главное, наверное, в песне это текст. Музыка, она вторична. Но если она хороша... Ну, в жанровой это точно. Это точно, это точно. Ну, так кто? Прежде всего, Женя Муравьев, который написал миллион хитов. Он очень, да. Да, да. И когда меня Лена Хмель с ним познакомила, я благодарен Илоне за это, и Жене за то, что он вот такой настолько отзывчивый оказался человек, и настолько прям такой вот душевный. Беспафосный. Хотя у него какие хиты, там, День рождения, Днем рождения для Аллегрова, да. Там Ширака, Река, Глубака, Река. Очень там два альбома он для кадров, чтобы он написал месяца в 30 с Костюком. Вот, Женя, спасибо огромное. Потом, значит, есть Михаил Андреев, который писал для группы Любе в свое время очень много. Вот, я тоже на его тексты много написал песен. Валерий Калинки, Валерий Михайлович, это тоже Глыба, с которым мы недавно познакомились. У меня родилось тоже несколько песен, и я надеюсь, что мы с ним запишем даже целый альбом на его тексты, потому что у него шикарный текст. Ты понимаешь, что стихи и музыка едины, но все же, сначала вот какая-то музыка и под нее пишется, либо наоборот. Меня вдохновляет именно строчка. Строчка, стих, ну, вообще настроение будет. Знаете, иногда, бывает, смотришь текст, вот он, ну, что называется, не прет, да, закрываешь. Так себе текст. В следующий раз я не определяю, так себе или не так себе. Я просто сегодня немножко шутница. Я на каждый текст стараюсь написать. Но когда возвращаешься к какому-то тексту, который, грубо говоря, там, две недели назад не пошел, в этот раз он идет. Зависит от настроения, наверное, от ситуации какой-то. Я тут увидела Татьяну Иванову и думала, моя Танька, что ли, из комбинации. Нет, другая. Она же пишет тоже очень прилично. У нас с ней познакомились. У нее лирика очень классная. Она просто, ну, она... Но это Таня Иванова, она не пела в комбинации. Это Таня Иванова писала... Ну, редкое имя и фамилия-то, что говорить. Да, очень редкое. Что говорить. Вот Ирина Филимонова, Ирина Савельева, Татьяна Протасова, Иван Овчинников, вот тоже молодой автор. И вот, кстати, Роман Уваров. Сейчас песня прозвучала так. Давай, Розальевым по бокалам вино. Это как раз его текст. И так что спасибо, ребята, за то, что мы с вами имеем возможность сотрудничать. Я вас всех люблю. И, конечно, я не могу обойти стороной бабки, а именно бизнес. Это производство баянов и аккордеонов под брендом С. Войтенко. Латинскими. Именные. Именные. С, В, большие имена, С, Сергей. И Войтенко. Войтенко, да. Войтенко. Производство... Это совместное производство итальяно-итало-российское. Или российско-итальянское. Это же какая... Это же такая штука. Это где-то мастеров. Это вообще... Как это вы замутили? Я открыл цех по производству в Италии. И там мы производим. И сейчас вот в сентябре пришли первые инструменты уже в Россию. А вы под заказ, наверное, делаете? Не просто вот в магазин? Сейчас мы делаем и под заказ уже, потому что заказали несколько инструментов. И делаем просто партию для того, чтобы в магазины поставить по России. Так что вот. Но это будут хорошие инструменты. Точнее, не то, что будут. Они уже есть. Хорошие в смысле дорогие? Качественные. Нет, они будут как раз недорогие. Дело в том, что... А сколько в среднюю стоит баян? Я просто не знаю. Ну, для вас, наверное, сейчас цена будет шокирующая. Но на самом деле баяны стоят дорого. Даже российские. Нет, я знаю и фортепиано. Самый недорогой инструмент детский в России стоит, по-моему, 70 тысяч рублей. Это самый-самый дешевый инструмент для первоклассников. Производство? Производство российское, корейское. Это самый недорогой. Вот, фабрика Юпитер. Вот, а потом все дороже, дороже, дороже. Все. То есть, вот, мои инструменты, которые я делаю в Италии... Серьезно, что сейчас самое бюджетное? Куда вот ребенка в хор отдать, что ли, вот? Потому что, во-первых, можно рот открывать просто. И не надо никакого инструмента. И то, если это хорошенький, если я бываю... В бег надо отдать ребенку. Нет, нет. В бег узбек. Я помню, что мне все завидовали, когда я занималась фортепиано, что все там, кто с трубой, кто с виолончели... А вы на легке с папочкой? С папочкой пришла, а там уже стационарчик там. А там уже все стоит. Да, все уже стоит. Ну, так же и арфисты, кстати, над ними ржали. А арфа, что же за стационарный? Вот поэтому Мацуевы дороже всех стоят. Он никогда ничего не таскал. Ну, да. Из инструменталистов фортепиано, скрипка, все-таки так. Нет, но я все-таки как-то вот смотрю на вас, Сергей, иди, удаюсь. Как-то у вас все очень непросто. Как в этом анекдоте, когда вот... Вы же ни одной буквы не выговариваете. Как вы на радио работаете? У вас что там? Блат? Почему блат? Сестла. Сестла. Так вот, у вас сестла где-то. Нет, у меня в одном месте что-то. Здесь позвонили от Путина, от президента, и, ну, значит, и поехали. Вот именно вот сколько народник, сколько... Вот я не знаю. Я тоже неплохой ведущий. Что-то мне от Путина не звонили ни разу. Все. 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 Мысль пошла. Мысль пошла, да. Намекаю. Я договорюсь, я договорюсь. Нет, нет, нет. Да нет, дело не в этом. Нет, ну, просто, конечно, это какие-то совпадения. И здесь, друг, ну, такой, конечно, не без способностей, талантливый человек, там, в меру раскрученный и так далее. Я открыл в Италии цех по производству аккординатный байонок. Это моя давнишняя мечта, я просто к этому шел практически много лет. Нет, ну как вот, это же как-то надо каких-то людей не ходить, потом мастера, это же надо... Это такая редкая история. Ну, в Италии все уже есть. И зверистку, напиток забыть давным-давно. А было, он крепче. Там все есть, так что все нормально. Потому что сертиф материальный человек, он все знает, да. На самом деле, я просто разбираюсь в этом лучше, чем кто-либо. Все остальное. Да, лучше, чем кто-либо. Потому что я с баяном родился. Поэтому было бы странно, если бы я не начал выпускать инструменты. Мало того, я еще памятник баяну буду сейчас ставить в Самаре по весне. Потому что он в Самаре родился в 1897 год, да. 121 год назад. Нет, но очень многих, особенно вот моего поколения, очень много мальчиков, да и девочек. Ну, мальчиков очень много, даже среди рокеров, ну, кто заканчивал вообще музыкальную школу. На баяне очень многие занимались. Это было, в общем-то, ну, скрипка считалась вроде как... Элитный жанр. Ну, элитный, потом абсолютный слух, а потом еврейский, это такой момент. Вот, а у Русичей все баяны там, ну, вот это вот все. Ну, и фортепиано, может быть. Ну, гитара, если там такое хочет, девкам нравится. Вот, и то, смотри, из какого региона иногда, знаешь, это с баяном как раз только и понравишься. Вот. А вы такой Моцарт в баяне, что ли? Я просто, ну, мне хочется знать. Ну, то есть, как-то вот... Ну, я не скажу, что Моцарт, но я и не буду, скажем так, скромничать, но я среди баянистов наших российских, как бы, ну, один из самых известных. И не только российских, но и мировых. Но вы заканчивали что? Школу музыкальную потом? Я заканчивал музыкальную школу, потом музыкальное училище преподавателя Михайловна Кац, потом у нее же институт педагогический в Самаре. Это все в Самаре? Я была здесь, к Нищенку, аспирантуру, у Фриды Хеллипса. Вот. Ну, то есть, всю жизнь учитесь. 21 год, я посчитал, кстати, недавно. 21 год, любой специалист, который начинает, ну, с 7 лет ребенок, мы отдаем школу. Благодаря мамочке. Все. Правильно ведь? И не только мамочке, но и бабушке. Потому что в третьем классе музыкалку я бросил и вообще не ходил. И потом меня пороли, пороли, пороли. Пороли, 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 да. Пороли, пороли. И в итоге бабушка сказала, слушай, тебе это кусок хлеба в жизни. Мне было тогда 10 лет. Я ей поверил почему-то. И все. И вернулся в музыкалку. А все эти 21 год вы, значит, учились и работали параллельно, наверное? С семьей надо было как-то... Конечно. Каторжный труд, на самом деле. Я имею в виду учиться на инструменте. Я сама заканчивала мерзляков. Вот. Вокалист, грубо говоря, там полгода, раз-раз-раз, и все, и уже вокалист готовый. А для того, чтобы научиться на инструменте играть, это нужны годы. Годы. Вся жизнь. Да, тренировки. Поэтому вот, поэтому хорошие музыканты это редкость. Да. Горда сознанием того, что я ваша современница, что произошло знакомство такое уже глубокое эфир. Не, я себя в грудь не бью просто. А вы можете ударить. Да? Ничего страшного. Это украшает мужчину. Встретимся 17 ноября на «Разгуляй» с вами, я имею в виду. А с вами, друзья, даст Бог завтра. Завтра. В программе «Старешта». Пока-пока. Спасибо. Вы знаете ее имя. Вы слышали ее голос. Теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стрижтай».